всем привет мои дорогие роботы сегодня мы поговорим о том что вы видите чуть ли не каждый день на экранах своих мониторов а именно о капче я расскажу вам что это такое когда появилась как это работает и зачем она вообще нужно приступим вначале поговорим о термине откуда же взялось слово капча тут все очень просто сам термин берет свое начало от английской аббревиатуры капча которая расшифровывается как completely автоматик паблик тюрин тест to tell computers humans apart что можно перевести на русский как полностью автоматизированный публичный тест тюринга призванный отличить компьютер от человека оригинальная система которую представляет человек при упоминании слова капча появилась в начале 21 века команда инженеров из университета карнеги мелана сша под руководством люиса фон она искала эффективный способ фильтрации регистрации на сайт чтобы защититься от автоматических программ и спам ботов тогда они разработали систему которая показывала пользователю искаженный текст который было невозможно разгадать существующими программными методами решение получилось настолько удачным что очень быстро распространилась по всему миру понятное дело что нашей планете есть весьма умные люди которые придумали как обойти капчу и еще на этом заработать стали появляться и существует по сей день сервисы предлагающие вознаграждение за отгадывание капчи особенно такой метод стал популярен в бедных странах очень многие люди тратили свое время и силы переводя картинки в слова именно тогда льюис придумал как потратить это огромную рабочую силу на что-то полезное тогда свет увидел приложение реакапча она по-прежнему было завязано на воде изображений с картинки но вместо случайного набора символов пользователь должен был расшифровать реальный текст из архивных документов программное обеспечение этого времени уже было способно распознавать печатные тексты с достаточно высокой точностью однако в некоторых книгах текст был напечатан нечетко или подтвердь и компьютер уже не исправлялся для человека же это не составляло никаких трудностей изначально и чаще всего работало это по простому принципу вы получали два изображения которые нужно было разгадать первое более четкое значение которого уже знает компьютер именно по нему и проверяются в корректность ввода а второе это изображение которое компьютер уже не может разгадать именно вы должны ему помочь одно и то же изображение компьютер показал многим пользователям и потом выбирая наиболее частый вариант он получал достоверное значение того или иного слова и кстати да открою вам секрет который знали далеко не многие вводить второе слово было совсем не обязательно 2009 году сервис выкупила компания google которые экспериментировали добавляя туда изображения например с google maps или google street view однако со временем успешные попытки автоматизированного взлова стали превышать 90 процентов и google нужно было срочно совершенствовать свою систему так 2015 году инженеры компании представили новое решение под названием но captcha recaptcha которая не обязывала пользователя распознавать символы тем самым снижая время взаимодействия пользователя и сайта новая система анализировала поведение пользователя на сайте до момента нажатия проверочной кнопки я не робот а затем делала вывод человек это или терминатор если анализ не давал однозначного результата то пользователю предлагалось пройти дополнительную проверку например выбрать все светофоры машины или деревья google данной ситуации уже заранее знал ответ благодаря искусственному интеллекту в том числе на тренированному благодаря пользователям конечно же стоит упомянуть что существуют и другие вариации captcha где пользователю предлагают сыграть логические игры прослушать аудиофрагмент или назвать имя человека по его фотографиям как это делали facebook но все же сейчас можно с уверенностью сказать что но у captcha recaptcha это самая передовая система защиты однако энтузиастам со всего мира это не мешает создавать по способной автоматически разгадывать captcha с достаточно высокой пусть и не стопроцентной точностью поэтому можем быть уверены что это еще не последняя ступень развития этого сервиса дорогой друг спасибо тебе за просмотр данного видеоролика если ты узнал что новое будь добр поставь лайк под этим видео и подпишись на канал если ты этого еще не сделал до скорых встреч